В эфире программа «По существу» в студии Татьяны Леонтьевы. Здравствуйте! Они стоят на страже чистоты и комфорта горожан. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Одно из предприятий, которое будет принимать поздравления – МУП «Теплосеть». Как развивается самое молодое коммунальное предприятие города, поговорим с его руководителем Алексеем Щепелевым. Алексей Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Про ваше предприятие можно сказать старое-новое. Перезапуск пришлось делать достаточно короткие сроки, и с 1 сентября вы уже приступили к работе и начали подготовку к отопительному сезону. Скажите, пожалуйста, что было сделано в первую очередь и какие главные проблемы были обнаружены? Предприятие молодое. Скоро исполнится ему, конечно, год. Тоже мы будем, наверное, праздновать как-то в скором на этот юбилей. Перед началом эксплуатации, значит, объектов переданных, которые были переданы перед этим сезоном, была проделана большая работа по передаче объектов теплости, по созданию кадров. Искали специалистов. 95% специалистов, которые работали в ОСП «Тепловые сети», перешли в наше предприятие. Передача объектов проводилась с участием администрации города Чебоксар. Встречались мы с коллективами, людей принимали по совместительству, чтобы переход был очень плавный, чтобы потребители нашего города не ощутили какие-то неудобства в связи с передачей объектов. То есть объекты как работали, так они продолжали работать на новом предприятии. Проблема была запустить отопительный зон в коротком и максимальной сроке. Для этого персонал весь предпринял все необходимые усилия, подготовил объекты, завершил те работы, которые были начаты при коммунальных технологиях. Нам пришлось в короткие сроки завершать эти работы по ремонту тепловых сетей, по подготовке оборудования в котельных. Еще одна проблема при передаче объектов в это возникла с передачей автотранспортной техники. Автотранспортная техника, которая была передана от коммунальных технологий городская, конечно, имеет большой износ техники. За эти 6 месяцев мы приобрели 12 единиц техники. Планируем в этом году еще продолжить обновление автотранспортной техники, землеройной техники, без которой невозможно проведение аварийных работ, восстановительных работ и работ по капитальному ремонту сетей. Запуск отопительного сезона прошел короче даже, чем в прошлые годы. Буквально за 3 дня мы подали тепло всем потребителям нашего города без каких-либо происшествий, повреждений. Ну, то есть, в такие короткие сроки пришлось все нам укладываться. Сейчас середина марта, отопительный сезон уже близится к своему завершению. Подводить какие-то итоги, конечно, рано, но как в целом он все-таки сейчас проходит? Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, зимний период закончился, можно сказать, благополучно он закончился для всех, в том числе и для нации, для потребителей города. За эти 6 месяцев было устроено порядка 370 повреждений на сетях. Потребители неудобства не испытывали, можно сказать, все укладывались в нормативные сроки. В феврале месяце буквально недавно было большое повреждение. Заменили порядка 30 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров. То есть, были потребители переключены на резервные источники, а других котельных. И, в принципе, работа проводится очень грамотно и в нормативные сроки. Вот вы сказали, что 370 аварий вы устранили, это вот большое количество или это мало? Ну, это довольно-таки большое количество, да. Если мы говорим, что износ переданных сетей составляет более 80%, то это, конечно, износ уже довольно-таки приближается к критическому значению и необходима большая работа для исправления данной ситуации. То есть, 80% сетей нужно отремонтировать или их уже нельзя отремонтировать, их нужно только заменить? Ну, как раз и необходимо заменить. Как раз и износ говорит о том, что требуется замена. Какие-либо локальные работы, да, мы проводим, но это не на долгое время, поэтому требуется капитальный ремонт, замена сетей, модернизация где-то, реконструкция сетей. Расскажите о планах на этот год. Сколько сетей вы планируете отремонтировать? На этот год у нас запланирована замена порядка 12 километров сетей, потом ремонт оборудования в котельных, в тепловых пунктах, в ЦТП. То есть, работа довольно-таки большая. За прошлый год нам удалось за 4 месяца заменить 3,6 километров сетей, выполнить ремонт оборудования в котельных. То есть, все это без последствий и без... Наши граждане не почувствовали неудобства. А скажите, пожалуйста, растет ли какая-то инвестиционная составляющая? То есть, на какие средства вы планируете выполнять ремонтные работы? Пока работы проводятся все в планах капитального ремонта, производственной программы, которая задавлена Республиканской службой по тарифам, в этих рамках мы и работаем. С 2020 года планируется, что будет утверждена инвестиционная программа предприятия, где запланированы необходимые мероприятия, которые направлены на улучшение ситуации по теплоснабжению наших потребителей, модернизации оборудования, ремонту оборудования, строительству новых объектов теплоснабжения, в том числе и заводжи, куда газ планируется, что придет, наверное, на следующий год. Есть какие-то уже конкретные примеры, примеры проектов инвестиционных, что точно будет реализовано на территории города Чебоксары? Предприятие сейчас занимается активной разработкой проектной документации реализации для участия и в том числе и в федеральных проектах по модернизации и по квитальному ремонту сетей города Чебоксары, в том числе и по строительству новых объектов. А в какие сроки вы планируете утвердить вот эти инвестпроекты в этом году, в будущем году? Ну, инвестпрограмма должна быть утверждена в этом году, осенью этого года, но реализация начнется с 2020 года. Замечательно. Вот что вы можете сказать о платежах, есть ли долги у населения и у предприятий города? Ну да, одна из проблем – это, конечно, платежи. И дебюторская задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию от источников МОК Теплосеть. В настоящее время просроченная задолженность составляет порядка 90 миллионов, в том числе и население – 22 миллиона. Ведется большая работа, в том числе и с населением, разъяснительная работа, претензионная работа через суды по погашению и снижению этой задолженности. Для нас очень важно снизить эту задолженность. Впереди у нас большая работа. Летом нужно заменить очень много сетей, оборудование. Поэтому финансовые средства очень необходимы для реализации всех предусмотренных мероприятий. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года или прошлых лет, сумма задолженности, конечно, значительно меньше. Да, потребитель более дисциплинированно оплачивает за потребленную тепловую энергию и горячую воду. Но задолженность в том числе и есть. Для снижения задолженности, особенно с населением, мы порядка 270 домов перешли на прямые расчеты. Открыто около 18 тысяч лицевых счетов. То есть население платит напрямую нам, в муке, в пластике. Для уменьшения, наверное, нагрузки, в том числе комиссионных сборов, всю комиссию мы взяли на себя. То есть человек, приходя в Сбербанк или в другое учреждение, где может он оплатить свои платежи, он не платит никакой комиссии. Те управляющие компании, где мы видели, что они не справляются с своими обязательствами по оплате этих коммунальных ресурсов, по этим управляющим компаниям были проведены собрания собственников и было принято решение собственников перейти на прямые платежи. Расскажите, пожалуйста, внедряются ли на предприятии современные технологии и используете ли вы практики других, например, регионов? Ну, да. Предприятие ориентировано на внедрение энергосберегающих технологий, на внедрение узлов учета. Для нас важно понимать, где мы теряем. То есть мы планируем установить оптимизированный учет тепловой энергии это на отпуске от источников теплоснабжения, на границах раздела, потом на ответвлениях и конечном потребителе, чтобы потом свести баланс по всем потребителям и выполнить анализ, и найти те проблемы, которые у нас существуют, в том числе по сверхнорогативным потерям, по коммерческим потерям. Другие работы – это повышение требований к применяемым материалам, к изоляции трубопроводов, чтобы уменьшить потери на сетях, модернизация оборудования в котельных, то есть установка котлов, оборудования с более высоким КПД, с меньшим энергопотреблением. То есть работа большая ведется и довольно эффективна. То есть это уже в процессе, уже работа большая. Это в процессе, да. И вот про практики других регионов, может быть, вы ездили в другие города, смотрели, как там идет работа, может, что-то почерпнули для себя новое? Ну, я думаю, в межстопительный сезон мы будем, наверное, изучать и ездить в другие города, пока как бы работа не позволяет специалистам покинуть свои рабочие места и поехать в другие регионы. Ну, в принципе, изучаем практику применения, в том числе, энергоэффективных технологий и практику снижения дебюторских задолжений в других регионах. И все, будем это в лучшей практике использовать на своем предприятии. Алексей Анатольевич, большое вам спасибо за ответы. Это была передача по существу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова